Жизнь с Валерием Панюшкиным 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 У меня несколько печалит то, что сюда не пришли, как бы сказать, журналисты центральных каналов, журналисты каких-нибудь, я не знаю, спортивных изданий и клянцевых изданий. Ну, меня бы очень обрадовало, если бы сюда пришли совсем какие-то не имеющие отношения к политической журналистике люди, если бы сюда пришли, не знаю, главные или второе издание, если бы сюда, ну, в общем, могло бы быть больше народа. Нет, мне кажется, каждый пришел за себя, чтобы с ним такое же не случилось, чтобы можно сделать то, что ты считаешь, что нужно будет, и не бояться за свою жизнь, чтобы и люди, которые считают, что они могут заткнуть в воздух, чтобы они знали, что люди это будут, и что люди этого не допустят. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Сергей Пархоменко, человек, у которого есть много разных качеств, так сказать, издателя того-сего, но сейчас в качестве журналиста. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Валерий. Понятно, что последние несколько дней там жизнь как-то вот завертелась вокруг, так сказать, жестокого избиения журналиста Олега Кашина. Ну, вот почему я позвал, так сказать, именно вас. За этим столом сейчас сидят два человека, которые несколько лет демонстративно не подавали Олегу руки. по, там, идеологическим, морально-нравственным расхождениям. И профессионально. И профессионально. И здесь же за этим столом сидят два человека, которые пришли на пикет к ГУГВД. В поддержку, в общем, Олега Кашина. А что есть более сильного, более важного, чем наши идеологические, морально-нравственные, профессиональные расхождения, что заставило вас прийти к ГУГВД Москвы? Ну, дело в том, что я серьезно занимаюсь некоторым делом много лет под названием журналистика. И очень за него переживаю, и очень его люблю, и отношусь к нему очень серьезно. Вот серьезно занимаюсь, и серьезно к нему же я отношусь. Мне кажется, что судьба этого дела, вот дело в целом, это важная очень вещь, не только для тех, кто им занимается, но и для тех, в некотором роде, для кого оно, это дело существует. И это меня как-то отдельно занимает. Меня отдельно занимает, как это ни странно и высокопарно звучит, судьба журналистики в России. Мне кажется, что она на моих глазах фактически родилась в конце 80-х годов. Я примерно понимаю, как она родилась. На моих глазах и в некотором роде с моим участием она развивалась. А потом, в какой-то момент, началось два процесса. С одной стороны, началось очень жестокое давление извне на эту профессиональную среду и на это дело. С другой стороны, началось гниение изнутри. И все это привело к тому, что это дело оказалось в очень плохом состоянии сегодня. И, собственно, вид вот этого пикета, крайне немногочисленного, и вы правильно там сказали, что хотелось бы немножко больше людей, Это просто была такая действующая модель в натуральную величину. Вот того, что осталось от русской журналистики. Поскольку журналистика никуда не денется, она прибудет и дальше, и в учебниках про нее будут писать и дальше. Ну вот, значит, когда-нибудь в учебниках напишут, к концу 2010-х годов русская журналистика разложилась. Давайте смотреть дальше, как она разложилась. Мы стараемся думать о том, чтобы Кашин, который попал в молотилку отморозков, чтобы он сейчас выздоровел, чтобы он вернулся и начал писать. Так же или еще более острый. Вот это мы хотим. Чтобы людей, как не только те, которые убили, мы же знаем, что у нас периодически находят исполнители, но никогда не находят заказчика. Мы хотим, чтобы нашли человека, который сказал пальцем на Олега, сказал и приказал. Этих людей надо находить, и этих людей надо находить. Это очень жестоко. Я себя вчера поймала на мысли, когда приходила к подъезду, что я оглядываюсь. Но я не представляю, что с этим делать. Я не знаю, как перелавить всех отморозков в этой стране. Я не знаю, как это сделать. Я не сотрудник милиции, я не работаю в ГВД, я не юрист, не адвокат, не в общественной полосе. Я журналист, и я боюсь. За себя боюсь, за своих коллег, боюсь, за тебя боюсь. Что делать с принципиальной толерантностью общества к насилию? С тем, что это уже стало прям какой-то нормой. С тем, что это было. С тем, что у вас есть? С тем, что у вас есть? Знаете, надо ведь... То есть рано надо... То есть, собственно говоря, наша задача сейчас сделать так, чтобы эта рана не заживала быстро. Потому что меня избивали. И через два месяца, в общем-то, остался жив-здоровый. И ей, значит, вроде зажило и забылось. На самом деле, знаешь, когда я пришел в следственное отдело, мне показали моего следователя, девочку, которая год назад только закончила юрокадемию, которая ничего не знает. И я понял, что никакого... Не то, что желания расследовать, а просто есть желание наоборот, не расследовать ничего. Вот. И как-то с этим, видимо, нельзя. Мне, может быть, было сложно в своем случае поступать с жесткой позицией. Но как раз в ситуации, когда защищается другой человек, мне это проще. То есть я буду стараться сделать так, чтобы это не забыло с этого момента, пока мы не знаем исполнителей заказчика. Когда Индия получила независимость, и там началась резня, мусульмане резали, значит, индусов, индусы-мусульманы, те и другие сикхов, Махатма Ганди объявил голодовку. Он объявил голодовку с призывом не найти зачинщиков вчерашней резни, не найти и наказать. Он объявил голодовку с призывом остановить резню. Надо сказать, что чудесным образом резня такида остановилась в Индии, где там было полмиллиарда населения в то время. Ни газет, ни телевидения, ни интернета. Как-то они узнали, что Махатма Ганди против того, что они режут друг друга. Мы вот те даже немногие люди, которые пришли, которые что-то там, ну, хотят, да, тем не менее, главный посыл заключается в том, что там преступники должны быть найдены и наказаны, жестко наказаны, жестоко наказаны, ужесточить меры, там, сделать. Я почти не слышу про то, что нужно остановить насилие. Я почти не слышу людей, выкликающих остановить насилие. Прекратите! Что вы делаете? Вот что это такое? Ну, Гельман правильно сказал, привычка. С силой проще. Вообще всегда силой проще. Любое дело. Любое действие осуществить как-то, нажимая всем телом, ударяя кулаком сверху, проще. Вся вот эта вот история с остановить насилие, положить себя и свое тело на пути этого насилия, это какие-то тонкие, сложные материи. Людям нелегко с этим. А нелегко к себе это примерить, в частности. Я вот несколько дней тому назад, буквально несколько дней назад, был в одной очень странной стране. В стране под названием Алжир. Которая за последние 50 лет прожила очень страшный кусок своей истории. Там произошло несколько гражданских войн. Причем во всех тех гражданских войнах было не по две страны, а больше. Ну вот, замечательный такой пример. Прекрасной, огромной страны, в центре которой изумительный, огромный, прекрасный город. Вот они сами себя как-то разрушали на протяжении нескольких лет. Аналогий дикое количество. На Чечню, похоже, ужасно. И на те жестокости, к которым привыкли мы, похоже, ужасно. Выясняется, что это не наше какое-то специальное, вот тут российское занятие, как-то быть отдельно жестокими друг к другу. И на многие народы находят помутнение. Вот что-то такое, да. Что-то такое находят. И они начинают убивать друг друга. Да, и смотришь на, да, смотришь на, не знаю, блестящих, подтянутых французских генералов, и совершенно не понимаешь, откуда в них с их образованием, с их школой, с их историей, с их семьей, со всем остальным, откуда столько жестокости, какие-то жуткие пытки, какие-то кошмарные репрессии, которые там, они устраивали друг против друга. Выясняется, что все, вот, как бы, этот внешний лоск, он не препятствует ничему. На самом деле, в душах у людей живет вот это рефлекторное такое предпочтение силой. Силой проще. Другое дело, что как это, что делать-то с этим. Но про это мы поговорим после следующего сюжета. Ладно. Я обещал быть вовремя, и видишь, мне как это, как часовой на посуде. Банечки все фиксируют на видеокамеру. Потом это повесит на стопру, и все. Конечно, не все увидят тебя. Демократия в опасности, но мы ее спасем. Только не вивь это в интернет, пожалуйста. А то я буду выглядеть дьемотом. То есть люди не приходят, но так и выходят. Что американским журналистам нужно больше, чем, собственно, российским журналистам. Вот. Ну, может быть, у них это заговор? Ну, без. Может быть, они подрывают стабильность? У них-то есть заговор. Я просто хочу, чтобы у нас, наконец-то, тоже был заговор. Знаешь, заговор, сговор. Ну, как-то, чтобы поплотнее это все было. Я согласен с той частью, что, конечно, нам сегодня, наверное, надо собраться и не просто применить только коллегу, а вообще понять, что происходит. Вообще понять, почему такое возможно, когда человек находится где-то в общественном месте, когда он идет домой. Почему такое вообще возможно? Есть люди, которые считают себя безнаказанными, но так не должно быть. Поэтому мне кажется, что тут надо уже, наверное, просто, не просто говорить, а надо просто подумать и посмотреть о тех мерах, о комплексе мероприятий, которые, наверное, должны позволить, каким-то образом эта ситуация все будет решена. Ну, что, я подписал письмо. Что-то мне показалось этого мало. Я пришел постоять с парнями вместе. Кажется, мне дико жалко. Вот. И, в общем, понятно, что не он первый, не он последний. Но как-то все это достало уже несколько. Вот. Жизнь с Валерием Панюшкиным. Вот это странное ощущение, мне кажется, бытующее, да? Что как бы вот вся эта игра такая. Вот есть какие-то там несогласные, есть какие-то там охранители. Они там что-то ругаются в интернете, их там несогласных разгоняют. И еще все. Существует двух непересекающихся подскостях. Да, все это в двух. Отдельно в жизни, отдельно в интернете. Да, да, да. Отдельно в жизни, отдельно в интернете. Каждый человек существует в двух экземплярах. Под своим именем и под ником интернет. И вообще все это как будто не по-настоящему. И все это как будто не с нами. Как, ну, добиться ощущения, что вообще-то жизнь, она происходит по-настоящему. Вообще-то, если человека, так сказать, ударить палкой, то у него там это... Ну, а добиться ощущения очень просто. Каждому отдельному человеку добиться очень просто. Однажды принять самому участие. Как-то очень легко понимаешь жизненность этого всего и реальность этого всего. Тогда, когда сам становишься частью. Когда сам оказываешься на каком-нибудь уличном мероприятии. Или когда сам получаешь по мозгам железной палкой. Или когда вот с тобой это происходит. Или когда тебя затаскивают в автобус и выгружают в обезьянники. Когда сам оказываешься частью этого события. Все сразу становится понятно. Все сразу становится на свои места. И вся виртуальность этого всего исчезает. Начинаешь понимать, что жизнь это настоящее. Ну, так же ровно, как всякий человек, который там, не знаю, в лице гаишника сталкивается. Или в лице служащего районного военкомата сталкивается напрямую с государством. Вот где те, как бы, ручки двери, за которые мы хватаемся для того, чтобы войти в контакт с государством. Основные это что? Вот армия, тюрьма, школа, в той мере, в которой она государственная. Медицина, в той мере, в которой она государственная. Вот каждый раз, когда мы сталкиваемся с государством, мы сразу про это государство все начинаем понимать. Так же ровно и вот со всем этим насилием, и с этой такой театральной, картонной какой-то борьбой. Согласных, несогласных и всех остальных. Сам влезаешь туда, все сразу становится понятно. И история с Кашином вот такая. Очень близко. Очень, ну вот, это же все тут вот только что происходило в виде какого-то разговора, какого-то переругивания. Все было такое игрушечное, все было такое ненастоящее. А железная арматурина оказалась настоящей. И пролом в черепе, который она наносит, оказался настоящий пролом. В нее можно палец засунуть как-то. Он вот прямо вот настоящий. Это часть большой очень такой человеческой истории, человеческого свойства. Люди ничего не ощущают и не понимают, пока их это не коснется непосредственно. В этом, собственно, отличие, прошу прощения опять за какие-то громкие слова, зрелого общества от незрелого. Зрелое общество – это такое, где людям необязательно самим оказаться в дерьме, чтобы убедиться в необходимости и важности наличия в мире дерьмоуборочной машины. Они это могут себе вообразить на чужом примере. На примере прошлых поколений. То есть жестокость – это недостаток фантазии просто? Ну да. Это неготовность представить себя в этой ситуации. Это неготовность приложить это к себе. И отношение, скажем, к прессе, вот к этому самому делу, про который я говорил вначале, и которое мне почему-то так важно, это отношение людей, которые считают, что их это не касается. Вот основная сегодня проблема, основной вот этот субстрат, на котором происходит гниение российской прессы, он заключается в том, что люди этого, в общем, не просят. Они этого не хотят. Они считают, что им это не нужно и что это их не касается. До той секунды, пока их не сократят. Или пока не приедет бульдозер к ним в поселок Речник. Или пока Лужков не придет к ним в Южное Бутово сказать, что они жлобы от того, что не разрешают разрушить дом, в котором прожили 50 лет. И за это они жлобы. Вот в этот момент, как-то вдруг все выясняется. Ой, минуточку, подождите. Так должна же быть какая-то такая штука, в которой можно про это написать. Мне говорили, что вот бывает такая вещь, что вот как-то говоришь чего-то, и люди об этом узнают. Как же черт это называется? Я не помню. Ну вот было же. В этот момент становится людям на своем собственном примере и на части своей собственной жизни, становится понятно, что есть какие-то важные для них и очень нужные им вещи. Пока с ними это не происходит. Они не отдают себе в этом отчет. Давайте смотреть дальше. Здравствуйте, дорогой. Привет. Что ты здесь делаешь? Скажи мне в камеру. Ну вот то же, что и ты, наверное, пришел как-то солидаризироваться с журналистской общественностью. Ну и вообще с людьми, которые устали от всего этого. Из-за того, что можно возле подъезда кого-то там выловить, искалечить и, в общем, потом продолжать жить той же жизнью, чувствуя себя безнаказанным. Мне кажется, что мое внутреннее ощущение, что за этим стоят какие-то представители властных структур. А когда за подобными нападениями стоят люди из власти, то мы знаем, что все эти дела благополучно разваливаются почему-то. Хочется, чтобы хотя бы первый был какой-то случай, прецедент, когда дело будет доведено до конца. Есть определенная каста неприкасаемых в обществе, а это каста, собственно, люди, государственные люди, люди, которые занимают какие-то посты у власти. Пока они чувствуют себя безнаказанными, будет продолжаться это насилие. Когда они считают себя вправе решать таким образом вопросы, просто когда-нибудь кто-то переходит дорогу и больше они не видят никаких средств, как остановить тот человека, вот и вот так показательно наказывают. Пока не будет осужден хотя бы один, я не знаю, там мэр, руководитель субъекта федерации, ну кто-то, кто заказал журналиста, вот пока этого не произойдет, будут продолжаться эти нападения, избиения. И все мы будем вот так вот ходить тут под Богом и чувствовать себя какими-то героями на баррикадах. Хотя, наверное, этого не должно быть, просто должны заниматься своим делом, журналистикой, которой, в принципе, ничего героического по идее не должно быть. Вот это вот апелляция к власти, так или иначе. Ой, власть, помоги со мной, вот что тут делают, да, или там, пусть кого-то из власти накажут. Мне кажется, в ней есть что-то неестественное. Ну, это слабая просто очень позиция. Это взгляд снизу, это лёжа на животе, вот так вывернув вверх голову, можно тоненьким голоском. Всё равно же, что орать вот в этом положении. Да, абсолютно, голосок всё равно тоненький. Пощадите меня, или там, накажите его, или сволочь, да, всё равно, что ты орёшь. Да, ну, кто-то же должен быть, да, должна быть какая-то сила в этой ситуации, которая продемонстрирует себя как сила. Вообще, бывают такие места на свете, где на этом месте профессиональное сообщество. Мощное, сплочённое, развитое, осознающее себя и исповедующее некоторые общие ценности. В России, в русской журналистике нет ничего подобного. Есть совершенно раздробленная, раздавленная вот эта каша. Каша. Кашин, о котором идёт речь. Человек, который писал много лет то, что мне кажется неправильным. Писал так, как мне кажется неправильным. Стоял на позициях, которые я не разделяю. Сочувствовал людям, которые мне отвратительны. Нападал на людей, которые мне дороги. Но вот со всем этим он часть некоего дела. Он действующее лицо некоего процесса, которого и я часть, и я действующее лицо. И в этом смысле мы с ним делаем одно общее дело. Потому что мы предоставляем людям возможность говорить публично. Мы доносим до публики разные события, позиции разных людей. Комментируем им их так, как нам кажется правильно. Мы одно дело в общем делаем. Мы внутри, между собой можем быть принципиально друг с другом не согласны. И принципиально друг другу неприятно. Это может быть. Но это не мешает нам осознавать себя, я подчёркиваю, не членами одной банды или участниками одной компании. А людьми, делающими какое-то одно общее дело. Гребущими в одном общем потоке. И выгребающими из течения, из пены куда-то к берегу. Поэтому это важно. Вот я был одним из там 20 с чем-то человек, которые в 94-м году, чёрт знает когда, написали бумагу под названием «Московская хартия журналистов». И это тогда было важно. Я помню, я был тогда молодым начинающим журналистом. И я думал, как бы вот, а я же тоже хочу туда. Вот там же какие-то люди, они же вот собираются. И мне, мне там, я там, всякий раз, когда я знакомился с кем-то, я понял, что я знаком вот с членом хартия. Так вот, при том, что никаких членов не существует. И не существовало. И тогда, когда был написан этот документ. Он был написан после там бурных дискуссий с участием 20 очень разных людей. 27, по-моему, у нас был человек. Из разных изданий московских. На основе нескольких европейских кодексов. Как сейчас помню, больше всего вошло из датского журналистского кодекса, который оказался необыкновенно точно, выверенно и правильно написан. И вот из него было взято несколько цитат. Из французского, из немецкого и дописано ещё что-то по-русски. И получался текст, который является набором некоторых принципов, которые журналист берёт, я подчёркиваю, на себя, не накладывает на другого, а берёт на себя некоторые обязательства им следовать. Нам стали звонить разные люди и спрашивать, а как можно вступить в вашу хартию? Вы им на это отвечали. Никак нельзя в неё вступить. Это не организация, это не профсоюз. Если вы согласны с этим совсем, повесьте это перед собой на стенку. И живите. И иногда на это смотрите. Вот и всё. И считайте, что вы вступили. Давайте смотреть дальше. Как же я в своих ощущениях? Ну, это только показательная экзекуция. Ощущение самое мрачное. Показательная экзекуция – да. А вот то, что мы пришли сюда, это что-то изменит? Ну, это изменит, может быть, нас самих, так сказать. Да? Что мы просто не уподобимся тем, кто к журналистам относится. Ну, мы просто сами себя будем уважать, разве что это. Я вот только после этой надежды. Всё к самому противно не будет. Ну, а то, что это изменит что-то, что-то власть задумается и опомнится. Или те, кто это делает, я не знаю, кто это делает. Да, ну, конечно, никакой надежды нет. Ну, я ещё вчера это говорила, и мне кажется, сегодня это подтверждается, что в отличие от страны, общества в целом, которое, соответственно, больное, по государству больное, если хотите, журналистское сообщество, оно более здоровое или, там, не знаю, проявляет признаки здоровости. Потому что вот случилось это с нашим коллегой, и мы сразу же стёрли все грани, там, наших личных взаимоотношений с Олегом, там, да, и так далее. Все вышли сюда. И вот вчера и сегодня здесь люди, которые даже в первый раз в жизни держат блокад в руках. Они пришли, и для них это какой-то вот такой вот акт, не знаю, гражданского самосознания, который они проявляют в первый раз. Как-то вот приятно. Чашка, за чашкой ей носят. Слушай, Ванюшкин, ты мне завидуешь, я не понимаю. Я тебе завидую, хочу, да, чтобы ты со мной поделилась, да. Я тебе сейчас поделилась. Люди, для того, чтобы поддержать своих же коллег, ездят в кофейню, привозят там кофе сюда, чтобы не мёрзнуть. А вчера была совершенно замечательная история. Вечером, когда здесь стояли даже люди, уже замёрзли совершенно, остановилась какая-то шикарная машина, из неё вышла красивая девушка, гламурная, сказала, знаете, ребята, я работаю в Грэнсовом журнале, я не могу здесь с вами стоять в пикетке, но я вам привезла кофе. Я дала им два больших бумажных пакета с кофе, чтобы они подрелись. И это, конечно, очень радует, честно. Короче, нам дали шанс не как обычно, вот, прохлопать ушами всё, что происходит в сообществе журналистов, уже и сообщества как такового нету. А это такой шанс, слава богу, человек жив, такой шанс нам как-то высказать свою позицию, может быть, провести какой-то журналистское расследование, которое уже сто лет не проводил никто. И почему-то всё останавливается, ведь в середине вот все случаи журналистов, которые были за последние 20 лет, 15 лет, они все повисали не только потому, что правоохранительные органы бездействуют, они так далее, да, они бездействуют, но мы же тоже бездействуем, это наша шлина, вот поэтому я пришла. Конструктор не пришла. Жизнь с Валерием Панюшкиным. Пробыв там до посинения буквально, да, я... Да-да, я подтверждаю, это было абсолютно синее, вот ярко-синего цвета. Я испытал... Я испытал некоторую радость солидарности, да, люди, которые там, да, это, конечно, ни черта, ни всё журналистское сообщество, а это крошечный его осколочек, это... Но, когда люди просто вот находятся в месте, покупают друг другу кофе, пьют из одного стакана его, там... В этом есть радость, радость солидарности. Я хочу спросить, почему люди в России не желают себе радости, солидарности? По... Не только журналистов имею в виду, а какая группа людей в России, кроме... Кроме совсем уже... Скинхедов. Какая группа людей умеет быть солидарной, испытывает радость солидарности? Я не знаю, какая ещё группа, но, наверное, действительно, спортивные болельщики вроде бывают достаточно солидарны в разных обстоятельствах. Я думаю, что люди не хотят испытывать эту радость, потому что они никогда её раньше не испытывали, они не пробовали. И они не знают этого чувства. Так же, как люди, которым никогда не доводилось дарить другим подарки, они не знают, какое большое удовольствие доставляет подарить подарок. Именно не получить, а подарить. Когда мы сейчас говорим о журналистике, как в каком-то замкнутом сообществе, в каком-то круге, что вот это журналисты, это не журналисты. И даже на законодательном уровне сейчас как-то это вылезает. Давайте мы журналистам дадим какую-то дополнительную защиту и так далее. Нужно отдавать себе отчёт в том, что границы этих журналистов и нежурналистов становятся очень размытыми. Вот сейчас выясняется, по-моему, это сегодняшняя новость, что вот следствие приходит к заключению, что, по всей видимости, гораздо большую роль вот в этой истории с Кашином сыграл не то, что он писал в газетах, а то, что он писал в блогах. А в блогах каждый может писать. Каждый сам себе журналист в блоге. Или не в блоге, а просто где-то в комментарии к чему-то в интернете и так далее. Эти границы совершенно размываются. И выясняется, что это просто солидарность могла бы быть людей, которые говорят, высказывают публично своё мнение, в очень широком смысле, в очень широком как бы кругу. И эта радость могла бы быть очень серьёзной, и это могло бы быть каким-то очень мощным фактором. а не цеховой какой-то затеей. Такой вот для какого-то узкого круга. Можно мы посмотрим ещё? Поговорим дальше. Ребята, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где мне можно поговорить с организатором? У меня новости план, я скажу, что я могу в УВД. Здесь нет организатора. Нет организатора. Есть стихий номера? Что-то скажешь, не стихий. Да, старшего нет, у нас не получат. Нет, здесь не знаком. По словам, можно быстро как-то до всех донести. Если есть какой-то цифр, то здесь хватает. А я не сомневаюсь, что журналистов здесь хватает. Что-то не так получилось? Нет, нормально. Они как-то с организатором, они как-то с организатором, Они все у вас старше, что-то. Ну, смотрите, вчера, вчера с утра, что-то был я, да, но я за это уже не могу сейчас. Я не отвечаю. Но ваша инициатива была, правильно? Неинциатива, да. Да, вводите, да, вообще. А она наказывает. А что, здесь нельзя пообщаться? Нет, здесь не наказывает. Она дала свой телефон, сказала, что по этому делу можно ей звонить и узнавать о нее подробности. Тебе дать телефон? Ну, она просто выходила спросить, чего мы здесь делаем, да, и если есть уже реакция министра, то почему мы здесь стоим? Только свистнул никто. Да, не свистнул, поэтому они пусть не пришли сказать, что будет все нормально. А, вот так. Что разгонять, как все, как они будут. Тут разгонять, нет. Тут как будто вышли. Нам даже мягко нет. Шанс кандидат. Прекрасно, да. Если собрались какие-то люди, то у вас старший, да. Обязательно должен быть старший, да. Вот это вот солидарности нет, групп населения нет, но при этом всегда есть ощущение, что вот есть какие-то они. Которые это все задумали. Которые это все задумали. У них есть старший, он все организовал. Мы нету, они есть. Кроме этого, еще одна речь. Группы населения, да, нету пересекающихся, переслаивающихся групп населения. Ну, то есть там, например, один человек болеет за «Спартак», другой болеет за «Динамо», но оба любят, я не знаю. Но у обоих дети учатся в одной школе. Да, но у обоих дети учатся в одной школе, и они приходят... Члены родительского комитета. Да, они члены родительского комитета, и поэтому приходят там на... Обсуждать, кто тетрадки покупает. ...собрания, и вот тут они не бьют друг другу морду. Да, это очень важная идея. Это очень важная идея, что действительно каждый человек, в принципе, имеет право и имеет все возможности быть частью многих разных сообществ. Сообщество своего профессионального, сообщество людей, болеющих такой-то болезнью, сообщество людей, имеющих детей такого-то возраста, сообщество людей, живущих в этом доме или в этом городе, увлекающихся моделированием или чем-нибудь еще. И каждое из этих сообществ может жить своей жизнью, иметь свои интересы, отстаивать эти интересы, иметь свое мнение по любому поводу и иметь возможность это мнение донести до окружающей действительности. Вот это и есть зрелое общество. Когда говорят, мы сейчас созовем гражданское общество в колонный зал Дома Союзов или там куда-то, и вот оно будет сидеть, гражданское общество у нас будет сидеть, будет президиум гражданского общества, в середине президиума гражданского общества будет известно кто, справа от него будет известная правозащитница такая-то, слева известный заместитель главы администрации такой-то, это у нас здесь будет гражданское общество. Гражданское общество не это. Гражданское общество это вот этот бесконечный огромный слоёный пирог из разных групп образовавшихся потому, что люди чувствуют себя делающими общее дело или живущими общей жизнью или причастными к одному какому-то важному для них, для каждого из них явлению. Плюс ещё у этих людей должно быть нечто. Сейчас я, вот сейчас я покажу просто свой любимый сюжет. Я специально не брал сюжетов с жёсткой риторикой Путина или Медведева или кого-то ещё из представителей власти. Тут у нас на дожде собрались разные журналисты поговорить про случай с Олегом Кашиным. милейший интеллигентнейший Николай Карлович Сваниндзе вот чего сказал. Внимание на экране. «Нужно оказывать давление журналистскому цеху, который в данном случае представляет собой нечто единое с цехом правозащитным на самом деле. Вот нужно оказывать давление на власть и давление на следствие. С тем, чтобы оно просто шло. Когда речь идёт... Я с вами абсолютно согласен в том, что не нужно ужесточать наказание. Абсолютно согласен. Что, конечно, главное – это неотвратимость, а не жёсткость. Речь идёт о другом. Если сверху самого президент говорит, на мой взгляд, о том, что преступление против журналистов равно преступлению против сотрудников правоохранительных органов, это сразу же заставляет эти правоохранительные органы, вышеупомянутые, сделать стойку. Они будут воспринимать преступление против журналистов как нечто, за нераскрытие чего и будут бить по голове. Их будут бить по голове в программе про Олега Кашина, которого избили по голове. Я хочу сказать, что вот это вот общество, вот этот слоёный пирог, где мы болеем за разные команды, но наши дети ходят в одну школу, а ещё мы увлекаемся японской поэзией, а ещё что-то ещё, а ещё... А вот как-то нужно остановить руку, как-то нужно остановить язык. Ну да, ну нужно просто... Он же не имел в виду бить по голове. Это просто же такой способ речи. Это когда глава государства говорит наглую фразу, да, ну просто жестокую, агрессивную фразу, да. Когда ещё кто-то, да, когда мама на улице бьёт ребёнка по попе, считая это нормой, да, вот это вот выходишь, насилие везде. Вот эти вот люди в этом вот слоёном пироге должны ещё как-то договориться про то, что они не убивают друг друга и не говорят друг другу. И даже не говорят вот так. Они должны, получается, договориться, что они предпочитают сложные способы решения своих проблем простым способом, потому что по голове проще. По голове это один раз взмахнулся и один раз опустил. Это возвращаемся в начало нашего разговора. Ещё они должны договориться, что они, когда произносят какие-то слова, они задумываются об их смысле, что тоже не всегда происходит. Когда Николай Карлович Сванидзе, опытный журналист, проработавший во многих редакциях в своей жизни, сделавший много телевизионных передач и всякое прочее, когда он говорит, что вот журналисты должны быть, там, не знаю, приравнены к кому-то и так далее. Он кого имеет в виду? Себя? А своего редактора? А своего оператора? А звукооператора? А администратора? Они все делают его программу вместе с ним. Значит, когда бьют его и его редактора, он их считает журналистами. Одна статья уголовного кодекса. Когда звукооператора и звукорежиссёра нет, потому что они не журналисты. Он вообще думает, о чём он говорит. Он свой собственный опыт вспоминает. Я хочу сказать больше. Я, будучи журналистом, являюсь страшным противником специальных каких-то мер. Ну, я тоже, разумеется. Но я ещё не выжил из ума. Почему? Потому что... Хорошо. Если эти преступники будут бояться побить меня, журналиста, то они что, тогда лучше побьют моего сына-студента, мою дочь-школьницу? Ну, тоже можно, да. Можно так повернуть. Чтобы надавить на меня. Нет, уж лучше так, допустим, меня. Но не дочь-школьницу, не сына-студента и не, значит, типа того, что папу-пенсионер. Да нет, эта история вся с этими специальными мерами, она абсолютно разваливается при первом соприкосновении с действительностью. К тому, что журналистика – это коллективный труд, который делает огромное количество людей. И понять, где в ней кончаются. Журналисты – это что, которые буквы пишут, что ли? Вот именно все журналисты. Главный редактор журнала. Я ничего не пишу. Значит, я не журналист в таком случае. Я сам ничего не пишу. Моё имя не появляется ни под одной статьёй в журнале, который я выпускаю. У меня есть радиопередача. Ага, там, значит, я журналист, потому что я разговариваю. Но у меня есть звукорежиссёр, без которого эта передача не выйдет. А его можно же любить по голове? Ну, чушь на самом деле собачья. А главное, опять другое, опять то, что, ну хорошо, а если я не являюсь сертифицированным журналистом со штампом, который, кстати, кто мне этот штамп поставит, кто мне выдаст удостоверение о том, что я журналист. Союз журналистов, что ли? Членом, которого я никогда не был, не собираюсь и в гробу его видал. А просто веду блог. Или просто написал где-то, или просто сказал где-то, или просто повесил на заборе, или просто поделился своим мнением, дал интервью, случайному интервьюеру от радиостанции, встретившему меня на тротуаре. Информация в современном мире циркулирует свободно, многими разными путями. Так что? Значит, всякий источник информации, всякий производитель информации, всякого сообщения является журналистом и в эту секунду подпадает под закон, а в ту секунду не подпадает под закон. Ничего не получается, всё разваливается. Что журналисты, в общем, если подумать, что всякий человек, которому есть что сказать, является журналистом. Или, если мы с этим не согласны, тогда мы должны смириться с тем, что где-то есть инстанция, где-то есть комната с табличкой, куда надо прийти, записаться в очередь, войти туда, и тебе там выдадут бумагу о том, что ты журналист. Номерок тебе выдадут. Время заканчивается. Последний вопрос, коротко. Вот в этом вот мире, где все журналисты носили это, как остановить? Примерить к себе в ту секунду, когда с языка срывается что-нибудь вот такое, почувствовать себя в роли получающего по голове. И почувствовать, что ты часть процесса, часть этой социальной группы, человеческой группы, к которой это насилие будет применено. И легко можешь ею оказаться. В тот момент, когда ты призываешь к насилию над кем-то, ты должен понимать, что ты сам можешь оказаться в этом положении. Мне кажется, что это какой-то такой общий, даже не библейский, а шире, чем библейский, принцип, который здесь применим тоже. И в этот момент понимать, что ты соглашаешься на какую-то более сложную работу. Что ты отказываешься от простого, примитивного способа решить проблему одним ударом, одним шлепком, одним пырком, я не знаю, чем еще, и готов работать над нею сложнее, дольше и подробнее. Не все на это решаются. Спасибо, Сережа. Давайте выберем более сложный способ и остановим насилие таким образом. Спасибо. Спасибо. Жизнь с Валерием Панюшкиным Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова